Мой проект прогрошал цвета звука. Поскольку Серёжа у нас параллелосшар, он сам прокуратом, то я представляю слово ему. Это проект, каждый из вас такой же параллелосшар, как и я. Поэтому надо как-то посмеяться, посмотреть на себя. Я хочу, чтобы слово сказал, я хочу поговорить. Все, что я сделал, все, что послушать, я послушал. И еще огромное количество музыки. Это потому что главное на самом деле, это музыка. Я в сторону отдаю. Вот, вот, где-то. И вот, знаете, там вот в космосе учатся потоны света и изверкают звуки из-под иска. И все это вместе, свет и звук формировали в северную, на самом деле. Значение звука, формирование в северную, пока еще не определено точно. Оно очевидно. Поэтому я взялся как-то, наверное, за эту проблему перевоза звука в цвет, а то, что как вы уже делал, не цвет, а форма, не цвет, как сказать, моё название. А параллелосшарка, она непонятна, не пространство, а параллельно или иным. Сюда, по-моему, на данном поле, если говорить, это то, что больше всего. Мы охраняем внутри каждого из нас себя и не пускаем туда никого постороннего. В данном случае, есть социальный аспект, созданный к Garroshan действия, который тоже является параллелосшарным пространством, параллельным пространством государства. В то же время, поскольку это явление чисто социальное, это является коллективным произведением современного искусства, авторами которого является огромное количество людей в прошлом мире, у них все, которые являются, как мы сегодня, на Л Gobлесс Harborском, Вы тоже соучастники и участники создания этого коллективного произведения современного искусства. Я думаю, подобных еще не было. Далее я не буду распространяться, есть аккуратные. Я хочу предоставить слово Андрею Львиченко, который заинтересовал мое творчество. Пожалуйста. Сегодня замечательный зимний день как раз для открытия выставки. И вот Сергей Викторович нам предоставляет своим творчеством совершенно уникальную возможность путешествовать по пространству и путешествовать по разным синонтическим полям. Будь то поля световые, световые или звуковые. И мне сразу вспоминается средняя школа, когда нас заставляли чертить ось абсцисс, ось ординат, и говорили, что пространство трехмерное. А потом еще, когда проходили Герберта Уэллса, там был афоризм о том, что измерений всего четыре. Просто по линии четвертого измерения направлено наше сознание. И вот я как-то привык, что есть четырехмерное пространство. И только творчество замечательных художников, Малевича, Кандинского, Франциска Купли, Умберто Бочони, открывает нам, что пространство-то на самом деле многомерное. И когда Бог создавал этот мир, ну вряд ли он думал, что есть ось абсцисс и ось ординат, вот по ним надо вычерчивать, а он, наверное, создавал многомерный мир. И вот когда говорят, что художники-революционеры пытаются себя уравнять с Богом, я думаю, о творчестве Малевича и Кандинского открывают еще и замечательные работы Сергея Викторовича. И думаю, что он, конечно, создавая многомерный мир, подражал Создателю, потому что он подарил нам не плоскость и даже не объем, а какую-то удивительную совокупность объемов, в которых взаимодействует звук, цвет, цвет и наше сознание. Ну вот, очень часто в связи с фамилией Ковальский звучат имена Малевича и Кандинского, я не буду повторяться. Я хочу вам сообщить, что вот в прошлом году Петербургское чешное общество имени братьев Чабоков организовало вечер, посвященный фронтишку Купке. Но Купку мы не можем пригласить, он скончался в 1957 году. Но пригласили Ковальского и сопоставили абстракционистские конструкции Купки и творчество Сергея Викторовича. Я очень волновался, потому что там были пожилые люди, я думал, вдруг они не поймут и зададут свой коронный вопрос. А что это у вас здесь изображено в соответствующей интонации? Ну, мгновенно был разводом диалог, и Сергей Викторович спроницировал на экран свои работы со звуковым сопровождением и рассказал о связи музыки и живописи. То есть, удивительно, все это переросло из полуофициального доклада, я там произносил крупное иступительное слово, переросло все удивительное человеческое общение, конечно, не в трехмерном пространстве консульства Чешской республики, а в многомерном пространстве Протолошара. И мне казалось, что незримо присутствовали там и Котинский, и Малевички, и сам Купка, и огромные параллелошары. Вот очень часто, когда мы это слово произносим, возникает сомнение, что это все же инструмент для путешествия в пространстве или во время. Или это почти отушевленный персонаж, который с нами беседует, как черный квадрат. Или это средство транспорта, которое нас унесет в многомерную вселенную. Наверное, это и то, и другое, и третье. Вот на сегодняшнем выступе замечательно то, что мы видим, во-первых, новые работы Ковальского, в сюрреалистическом стиле, не можем догадываться, и какие-то ассоциации строятся, ассоциативные ряды, и это очень хорошо. Вот накануне Нового года мне вспомнилось, что в этом году во всей Европе было широко обмечено столетие сотня смерти выдающегося шельцарскому ученого цветовета и художника замечательного Фердинанда Ходдера, который как раз включал свет в плане пространства. И впервые имел понятие параллельной конструкции в живописи. И его метод так и назывался, параллельный метод. И я когда писал о Ковальском, всегда немножко думал о Ходдере, а потом меня осенило, они удивительно похожи внешне. Если вот взять портрет Фердинанда Ходдера, а их много, в разно пенируют, то есть они доступны легко, я потерялся такое очень мощное внешнее спорство между Ходдером и Ковальским. И еще я бы хотел, чтобы те, кто пишет о Ковальском, не забывали об одном персонаже, который когда-то гулял по улице Петербурга, влюблялся здесь, а потом открыл такой же многомерный мир, такой же по образительной силе, по светосиле, по эспрессии. Это, конечно, великий итальянский художник-футурист Умберто Почони. Вот если взять его работу, эластичность, да, и его раннюю живопись, и его заказовую футуристическую живопись, тут удивительное поле для сопоставления с Сергеем Викторовичем. В год юбилея Ковальского я хочу сказать, что вот две эти цифры, которые означают юбилейную дату, кажутся мне какие-то из другого измерения. На самом деле, Сергей Викторович, значит, на Баложе полон сил. Я надеюсь, что мы еще много юбилеев отметим в этих стенах, и что мы увидим новые работы, и Паралоша провезет нас, принесет нас, транспортирует нас в новые параллельные миры, и покажет нам совершенно новые ракурсы этой вселенной. Хочу пожелать художнику в этой теме, накануне Нового года, развернувшейся в день, большим творческим успехом, но и, конечно, замечательных новых измерений, N-ных измерений, N-1 измерений, N-2 измерений, чтобы мы получали от них эстетическое удовольствие. Сергей Викторович, читали нам совершенно новые уникальные впечатления, поэтому долгих лет в жизни новых творческих достижений, новых миров, новых фигур, новых построений, а мы будем смотреть, размышлять, догадываться и путешествовать по неогентной вселенной. Спасибо. Девушки, ура! Ну что, слово я передаю соревнику, моему другу, начинатель этого огромного арт-центра, параллельного шара, Рыбакову, переданную. Да! Вот это сказано, она достаточно, а Ковальский, он как с художниками, как молодой, еще и пламена. Ну, да, вообще, что-то не было. Это на самом деле дело. У меня до сих пор очень загадка. Да, мы это нашел. Но Ковальский внутри него или снаружи? Лежитом по внешней, по ночке, я не прошу, или два внутрики? Ну, в любом случае, дело в том, что мы сегодня не только открываем эту мысль, мы сегодня еще и подарим на 9-й час. Немного времени. Тем юбилеем, который он нам подарит 10-й день. Здравия! Ура! Сережа, ну что? Да, еще один соратник в 80-е северный годов. Слава Судгорова. Чтобы кисточка стояла, чтобы у тебя все было. Спасибо, дорогой. Спасибо. Спасибо. Попробуй. В 11-м году. Спасибо. Спасибо, дорогой. Тебе спасибо. Работай. Спасибо. И так хотите. Ну, я понимаю. Следующий выход. Нет, не забывай. А, Анатолий Васильев. Да, Васильев. Седастик. Седастик, конечно, красивые даты. И чтобы твердый герзать линию межзвездного пространства на межкому штабе, который укрепит все твои линии, которые ты ведешь, на картинках и длинию в жизни и будешь на них порядок. О, бах! И на пушке с китомой, да. Мужчатик тебе, пожалуйста. Спасибо, дорогой. Ты здесь достойчивый дом. Помните, да? Я это придумал. Спасибо. Андрей Чижин. Да. Человек-морка. Как минимум. Параллело яйцо. О, это очень необходимо проявить нашим хозяинам. Держите его. Это приятно. Приятно общаться. Я не шиновник. Спасибо. Так, ну что, все? А, нет, ты приходишь? Я... Ну давай, глядя, глядя, глядя. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, ну что, Сережа. Да, да, да. Я, если вы думаете, я вообще рад, что вы с тобой говорите. Рад, что вы были на команде в Сочи. И была, это вообще. Четвертая. Ну, еще хочу тебе поздравить. Без. Ее подарить тебе медаль. Послова, искать здесь. Как основной, так можно. На шоу я ее надену. На шею выходит, что ли? На шоу, на шоу. Спасибо. Спасибо. Мы не скажем лишний слов. Вдруг Сергей наш, ну, пожалуйста. Я хочу вам подарить новую книжку. А вы, конечно. Которая не было. Которая... О-о-о-о. Это издание, на самом деле, два романа. Это Кокон и Натуля Битлз. Когда мы ее переворачиваем, мы читаем книжку, как будто бы Джон Реннон остался жив. Это фантастик. Нормально. С днем варенье у вас, дорогой Сергей. Спасибо. От семей. Круто. Господа. Ну, еще больше. Дозвольте говорить. Да ну, самое рассказание, это у меня. В общем-то, ничего. От этого просто Юра Горбаков и Дерей Ковальский сделали вот это, то, что называется, пульсинская одессия. И это сделали именно они. Поэтому спасибо им за это. Николай Зуборов, человек, который врезался в мое творчество, однажды... Спасибо. Однажды врезался, написал статью. Ну, я уже подарил Сергею сегодня свою книгу, которая только что вышла. И она называется воображаемая как феномен культуры, но я думаю, что для Сергея эта тема хорошо известна, и ну, вряд ли ему нужно свое воображение расширять. Но я хочу сказать, что все-таки Сергей знаменит не только тем, что он художник, он, конечно, очень глубокий мыслитель, организатор и собственно, его мысли все-таки известны. Они действительно становятся таким организатором, таким параллельно вращающейся вселенной, которая организует наши мысли, наше воображение, наше творчество и даже наше пространство, которое вращается вокруг культуры. Сергей Добрый день. Спасибо. Открывать надо отрубая горлышко. Я не умею. Во Франции назад. Следующий с подарками вперед. И будете отрубить отрубить ржаку подать. Просто мое, что ржаку сукрасно имеет большой значительный тот факт, что сам Сергей Калаевский имеет некоторых польских платьев. И я, как журналист, давно связан с Польшей, с польскими средствами информации, делал публикации. И здесь и в Польше об этой личности, о его оборонцеркви Пушкинской 10. И поэтому хочу подчеркнуть, что он вообще очень огромную роль сыграл в пространстве петербургского или российского польского в области современного искусства. Очень много программ, всяких, много событий было выставок. и там, и здесь передов кольца поехал до Кочева. Поздравляю с польского направления Панак Кроватьевского. А вот пришел мой друг Тиль. Слово скажешь? Ну а как же может я по какой-то линии могить не смею? Пусть сделай. Пусть сделай заправлю. Тиль, Валентин Ларин. Легендарная фигура питерского антеграунда и французского. Очень особенный у тебя праздник. И картинки у тебя очень особенные. Потому что вот с чем-то очень своим ты пришел сегодня. Праздником всех! Милые дамы и господа! Праздником вас всех! Праздником людей! Спасибо. А теперь Тима Северюфер сказал Слово. Да, вот Клювитон это дело. Да, да. Да, да. Это тоже да, да. Да, да. Прости, я ехал по Нескопо. Идем вместе! Идем вместе! Ну вместе! Ну вместе! снимались по лестнице и до этого жил. Дорогой Сергей! Ты умеешь удивлять и самым удивительным в тебе есть твой творческий путь. Я очень хорошо знаю ту биографию, поскольку я там и тебе писал сейчас, и тебе поскорить именно там, то, что я тебе написал на самом деле. Идем вместе! Лучше бы сначала! Да, да. Идем вместе! Вот! Удивительная биография, удивительное творчество и это я даже совершенно не шучу. Вы один из таких замечательных активистов культурного движения и андеграунда и современного культурного движения. Человек очень свободный и независимый. и счастье для нашего искусства ну там отечественного искусства и несчастье очень много художников, которые являются людьми свободными. Свободными и в общественном поведении, и в свободном и в польске. Вот, я думаю, что приятелись таким примером очень свободного поведения, но не приличного количества, а очень хорошей чувства свободного поведения. Это, наверное, все в твоей жизни бывало. Я поздравляю тебя! книжка здесь у меня в пакетике она почти решил выйти, да? В обратно нет, уже публично, следите ли вы? Три века, ребята. Столько не живут. От Петрова до Ковальского. Спасибо. Три века, Три века. Три века. Три века, Три века, Три века, Три века, это почвень, это почвень, благодаря именно Сергею. И он не только мне, моим друзьям. Сколько еще можно, я не знаю, кто участвовал, но вот максимально участвовал, без него, вы точно этого качества. за вот эти качества очень здорово у меня подстраивать цели и задачи. И вот сделано ароматное спасибо, что здесь можно разлагаться кожей. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТОМ 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 Добрый вечер, дорогие друзья. Вот если говорить о современном искусстве думал с точки зрения как явление то без него без Сергея в виду была бы ниша какая-то простая. Вот а его чувственность во всех людях, самое главное симфония джаза это вот что-то необыкновенное. я рад что сегодня его близкие друзья собрались. Я рад тому, что здесь и мои близкие друзья тоже рядом. Сережа, ты наши все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТОМ Слава, И победа победа Иди сюда сюда кому попер мы все-таки пробились поскольку подарок у нас самый дорогой в долларах и я значит представляю свою жену победы над солнцем который член корреспондент российской опадемии плюс и вот она извояла параллел параллел шар в оптическом угле в котором сейчас никто в России не работает потому что это слишком дорого и вот этот параллел шар дарится за автором поскольку идея параллела шара его Сергея Ковальского который может выставлять его в любых своих выставка как сам ну и сертификат 12 тысяч долларов стоимость этого параллела шара я богат если будет продавать но я хочу поздравить Сергея даже во-первых не юбилей а инсталляции на этих двух залах которые совершенно генеральность моих изменений то есть я ее с утра сегодня все тщательно мы с победой рассмотрели и так как представлено этот прекрасный юрг который к тому же имеет еще огромную с московской базы но просто рядом ничего не стоит сейчас проявили выставки по лузу люди берут за длинным столом и кидают объекты собаку через ткань несуществующего времени проступают очертания их следов в каждой грануле света отражаются лица и морды но их нет и не было никогда при удачном повороте взгляда обнаруживаю себя которого тоже нет филоново пустота состоящий из светлых и темных частиц многоцветной человеческой жизнью которые притягивая отталкивают от друга напоминает о том что ее не было вот жук пролетел он тоже не виден и не слышен туби он туби он н стр у а усилили и а а СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА